Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы будем с вами на слух разбирать аутентичную немецкую речь. Это уже на самом деле довольно давно было, но я проводил опрос, где я спрашивал вас, что вам было бы, какое видео вам было бы интереснее всего разобрать. И у нас здесь было пять вариантов и с небольшим отрывом, но тем не менее победило пятое видео. У меня депрессия, так ты распознаешь болезнь с канала GlücksDetective. Поэтому именно его мы будем сегодня разбирать. Итак, поехали, слушаем. Она здесь говорит, что некий Марио попросил ее сделать видео на тему фобий, депрессии и терапии, то есть по поведенческой терапии, то есть как это все можно вылечить. Und das hat mich auf die Idee gebracht, nochmal eine ganze Reihe über психische Störungen zu bringen. Das hat mich auf die Idee gebracht. Это навело меня на мысль. Это хорошее выражение, поэтому давайте его запишем. Das hat mich auf die Idee gebracht. И базовое выражение будет jemanden auf irgendeine Idee bringen. Навести кого-то на какую-то мысль. Вот примерно так мы все это можем записать с вами. Давайте переслушаем эту фразу еще раз. Und das hat mich auf die Idee gebracht, nochmal eine ganze Reihe über психische Störungen zu bringen. Das hat mich auf die Idee gebracht, doch mal eine ganze Reihe über психische Störungen zu bringen. Это навело меня на мысль сделать целую серию видео, eine Reihe über психische Störungen. О психических расстройствах. Поехали дальше. Und heute gibt es das erste Video dieser Reihe. Und heute gibt es das erste Video dieser Reihe. И сегодня будет первое Video из этой серии. Und zwar zum Thema, bin ich depressiv? А именно, на тему, есть ли у меня Депрессия. Дословно, bin ich depressiv? Являюсь ли я депрессивным? Дальше небольшая заставочка, которую мы пропускаем. И слушаем уже непосредственно по теме. Поехали. Und ständig hört man jemanden davon sprechen, ach, der ist doch depressiv. Oder damals, ja, da war ich richtig depressiv. Довольно длинное, насыщенное такое, большое предложение. Давайте теперь разбирать его по частям. Очень забавное, интересное выражение. Интересно оно, в первую очередь, я думаю, еще тем, что депрессия здесь во множественном числе. Депрессионен sind ja in aller mundo. Переслушаем еще раз. Депрессионен sind ja in aller mundo. Мы бы, наверное, никогда так не сказали. Депрессии у всех на языке. И вот это вот sind ja in aller mundo, это то, что мы по-русски скажем у всех на языке. Mund, это по-немецки род, уста, у всех на устах. Слово важное, поэтому давайте его запишем. Der Mund, род, уста. И наше выражение, которое она использует здесь. In aller mundo sein, как бы быть на всех устах или на всяких устах. Быть у всех на языке, быть у всех на устах. Вот из чего, собственно говоря, состоит ее первая часть вот этого большого предложения. Депрессионен sind in aller mundo. Поехали дальше. Und ständig hört man jemanden davon sprechen. Und ständig hört man jemanden davon sprechen. И постоянно слышишь, как кто-то об этом говорит. Давайте запишем немножко это в упрощенном виде. Man hört jemanden davon sprechen. Если мы будем переводить дословно, то у нас ничего хорошего не получится. Man слышит кого-то об этом говорить. Я часто, на самом деле, на своем канале обращаю внимание именно на эту конструкцию, потому что она мне особенно близка и интересна тем, что она часто очень используется в древних языках, в латыни, в греческом. И вот с глаголами hören, например, и зейн, она сохранилась тоже и в немецком. Это такая особая конструкция, когда мы после глагола hören, например, можем поставить аккузатив и инфинитив без частицы цу. И это будет переводиться на русский язык дополнительным предаточным. То есть можно услышать, как кто-то говорит об этом. У нас по-русски эта конструкция не сохранилась. Мы не можем сказать слышать кого-то об этом говорить. Это абсолютно бессмысленно по-русски звучит. А по-немецки вот эта конструкция Как она называлась, в общем, и называется до сих пор в древних языках, в немецком она частично сохранилась. Поехали дальше. Der ist doch depressив, oder? Der ist doch depressив, oder? Он в депрессии, не так ли? И вот этот вот oder очень типичный, именно разговорный способ сделать такой небольшой переспрос. Это по-умному называется удостоверительный вопрос. Типа, ты тоже так думаешь, да? Да, ты думаешь, да? Да, ты тоже так думаешь, да? Wann ist man vielleicht nur traurig? Aber wann ist man denn eigentlich wirklich depressiv? И вот это вот denn eigentlich wirklich, она произнесла это очень-очень быстро. И особенно вот эти вот словечки denn eigentlich, это, конечно, то, что очень типично и характерно для разговорного языка, но особой информации эти слова в себе не несут. Поэтому костяк предложения здесь, wann ist man wirklich depressiv? Когда человек действительно в депрессии. Und wann ist man vielleicht nur traurig? А когда человек, может быть, ну, просто грустит. С этим, я надеюсь, все понятно. Мы здесь особо ничего записывать не будем. Слушаем дальше. Denn nicht immer, wenn wir traurig sind oder eine Lebenskrise stecken, müssen wir auch gleich eine депрессион haben. Это все, конечно, предложения в достаточно естественном немецком темпе, и поэтому не такие простые для разбора, но, тем не менее, это было не архи-сложно. Поэтому давайте еще раз переслушаем. Я надеюсь, что у вас самих получится разобрать. Denn nicht immer, wenn wir traurig sind oder eine Lebenskrise stecken, müssen wir auch gleich eine депрессион haben. Общий смысл, я уверен, что вы уловили. Теперь по маленьким частям разберем, поехали. Denn nicht immer, wenn wir traurig sind, Denn nicht immer, wenn wir traurig sind, ведь не всегда, когда мы грустим, когда мы в печали, Oder in einer Lebenskrise stecken. Или находимся в жизненном кризисе. И вот это давайте, пожалуйста, запишем. Вот таким образом. Ich stecke in einer Lebenskrise. Дословно, я нахожусь в жизненном кризисе. По-русски, может быть, это не так хорошо звучит, именно вот если мы дословно это передаем. Но по-немецки, вот этот глагол in dativ stecken, быть где-то более четко, может быть, перевести, можно застрять где-то. Это глагол, который вот в данном контексте действительно очень употребим и хорош. Мы бы, наверное, здесь сказали что-то типа у меня жизненный кризис или просто у меня кризис. А по-немецки, именно с глаголом stecken очень здорово. Поэтому прям пытайтесь запомнить все это предложение. Давайте еще раз вот эту вот первую часть фразы переслушаем. Ведь не всегда, когда мы в печали или когда у нас жизненный кризис, мы должны в это же время иметь депрессию. То есть одно не равно другое. Вот что она хочет до нас донести. Депрессионы werden умgangssprachlich ganz gern als starke Трауа verstanden. Депрессионы werden умgangssprachlich als starke Трауа verstanden. И здесь давайте две важные вещи запишем. Во-первых, слово «die Трауа» – «печаль». И здесь я хочу особый акцент сделать на том, что это женский род. И она так это и говорит «старке Трауа». У нее там «е» слышно четко. И еще одно замечательное слово, она в этой фразе использовала «умgangssprachlich», которая, естественно, как и все такие слова в немецком языке, является одновременно и наречием, и прилагательным. В данном случае это наречие. Поэтому переведем примерно как «в разговорной речи» или «в просторечии». Еще раз всю эту фразу переслушаем. Депрессионы werden умgangssprachlich очень любят называть «сильную печаль». И вот заметьте, как по-немецки звучит вот это вот «очень любят». Никогда в немецком языке не будет такого, как в английском или как в русском, то, что мы говорим «я люблю делать что-то» или по-английски «he likes doing something» или «to do something». Вот это все обязательно в немецком языке будет выражено через «ген» и только через «ген». Только через вот это вот маленькое словечко, которое, вы знаете, переводится «охотно» прям дословно «если». Но сплошь и рядом именно вот в этом контексте используется, когда мы любим или кто-то любит что-то делать. Поехали дальше. Это предложение можно разбить на два более маленьких. И давайте первую часть переслушаем. Абе дас из них ганс ричтих. Но это не совсем правильно. Я бы это перевел как... Потому что депрессии абсолютно необязательно должны иметь что-то общее с грустью, с печалью. И здесь у нас хорошее, такое важное немецкое выражение «etwas» или «nichts» которое переводится «иметь что-то общее» или «не иметь ничего общего с чем-либо». В данном случае депрессия может не иметь ничего общего с печалью. Переслушаем это еще раз и пойдем дальше. Абе... И вы сразу здесь можете меня спросить, что это за такая дикая форма «ausgelöst worden sein». Что это вообще такое? Давайте разбираемся. Переслушаем эту часть еще раз. Если нормально по-русски это предложение сказать, то депрессия не обязательно может быть вызвана или не обязательно вызывается durch trauer, грустью. И здесь у нас такая дикая сложная форма «ausgelöst worden sein», потому что друг на друга наложился пассив и так называемый перфектный инфинитив, который всегда используется с модальными глаголами в субъективном значении, когда нам нужно показать здесь прошедшее время. Давайте немножко вспомним. Как у нас формируется пассивный залог? Это у нас «werden» плюс третья форма глагола. То есть в нашем случае это «ausgelöst werden». А как же у нас строится перфектный инфинитив? Перфектный инфинитив значит, что мы просто самую базовую, стандартную, перфектную форму глагола должны в инфинитив поставить. При этом поставить в инфинитив перфектный мы должны изменяемую часть. То есть, естественно, глагол «werden». Вспоминаем три формы глагола «werden». И эти формы выглядят от глагола «werden» следующим образом. «Werden wurde ist geworden?» Или если у нас есть зависимое нечто, то тогда у нас будет не «ist geworden», а «ist worden». И чтобы вот из этого «ist worden» сделать инфинитив, мы берем и пишем «worden», а «ist» в инфинитиве – это «sein». «Worden sein». Вот он у нас. Перфектный инфинитив – «worden sein». И теперь вот эту форму мы совмещаем с этой и получается не «ausgelöst werden», а «ausgelöst worden sein». С точки зрения смысла, на самом деле, здесь можно было бы без перфектного инфинитива обойтись, но вот она решила именно с ним это сказать и, конечно же, ее право. И звучит-то по-немецки, естественно, очень хорошо. Все-таки она носитель и не просто носитель, а ютубер, потому что, знаете, просто носитель ютубер – две разные вещи, потому что ютуберы у них профессиональный, в общем, можно сказать, немецкий язык, потому что они постоянно вещают что-то на камеру. Надеюсь, с этим все стало понятно. Поехали дальше. Eine Депрессион ist eine eigenständige und schwere Erkrankung, die sich… Eine Депрессион ist eine eigenständige und schwere Erkrankung. Депрессия – это eigenständige, это как бы отдельно стоящее und eine schwere Erkrankung и серьезное заболевание, die «сих» она еще потом добавила. Соответственно, дальше мы поймем, что у нас будет какое-то зависимое, предательное, определительное с каким-то глаголом «сих», то есть возвратным, «сих» auf alle Bereiche des Lebens auswirken kann. «сих» auf alle Bereiche des Lebens auswirken kann. «сих» auswirken auf Аккузатив – это иметь влияние на что-то, «сих» auf alle Bereiche des Lebens auswirken kann. «сих» auf alle Bereiche des Lebens auswirken kann, повторим это еще раз, «сих» может оказывать влияние на все области жизни». И вот этот вот глагол «сих» auswirken auf Аккузатив я считаю очень употребим и тоже очень важно, поэтому давайте его запишем. Еще в предыдущем предложении хочу обратить ваше внимание на то, куда она поставила «сих». «Сих» auf… бла-бла-бла-бла-бла auswirken kann. Вот это вот «сих», если у нас вот такое вот определительное, предаточное, то есть заболевание, которое то-то-то-то-то, «сих» всегда стремится к началу предложения, то есть вот к этому подчинительному союзу, который открывает предаточное. Слушаем дальше. «Das charakteristischste merkmal» «das charakteristischste merkmal» Да, очень сложное слово. «Karakterisch» Невозможно его произнести. «Das charakteristischste merkmal» «Самая характерная особенность» «merkmal» «das merkmal» Я для вас записал «особенность» и вот это вот прилагательное «charakteristisch», которому, если мы приставим «s», «e», то получится «charakteristischste» Как раз то, что она здесь и говорит. «Самая характерная особенность». Переслушаем и поедем дальше. «Das charakteristischste merkmal» «депрессион» «is der völlige verlust von interesse und freude» На этом мы с вами прослушали чуть больше минуты. Я думаю, что здесь давайте пока остановимся. В описании, конечно же, будет ссылка на мой блог со всеми словами, которые мы выписывали сегодня. Также будет ссылка на оригинальное видео, чтобы вы перешли, посмотрели, еще раз переслушали вот эту вот первую минутку, которую мы с вами разобрали. Очень классный, интересный, насыщенный, быстрый, достаточно сложный немецкий язык, который, тем не менее, очень типичен, и его нужно научиться понимать, чтобы свободно себя чувствовать на том же немецком Ютьюбе, чтобы у вас была возможность смотреть более-менее все, что угодно, понимать, смотреть с интересом, получать удовольствие от просмотра и таким образом развивать дальше свой немецкий язык. Потому что если мы много-много-много с интересом какого-то Ютьюб-блогера слушаем, то мы вольно-невольно выбираем в себя его немецкий язык, те обороты, которые он часто использует, его любимые слова, разговорные всякие элементы, которыми насыщены его речи, и это очень сильно обогащает язык. Поэтому находить каких-то классных Ютьюберов по вашей теме и много-много их материал смотреть, это безумно важно и очень-очень полезно для немецкого языка. Ну, это относится, естественно, не только к немецкому, а к любому языку, который вы учите. Я надеюсь, что мои вот эти вот видео, немецкий на слух, служат таким небольшим трамплинчиком для вас, который поможет вам перейти от адаптированных материалов непосредственно к аутентичным, к тому, что как бы немцы делают для немцев, для самих себя. Если это видео было вам интересно и полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы учите немецкий язык и до сих пор еще на меня не подписаны. Также не могу не посоветовать сайт italki.com, где я сам преподаю немецкий язык и беру занятия у носителя, чтобы постоянно поддерживать свой уровень на должной высоте. Это потрясающая платформа, которой много-много-много лет пользуюсь, поэтому вот так вот в каждом хоть видео могу с чистой совестью рекомендовать этот сайт. Регистрируйтесь по моей партнерской ссылке, берите занятия с носителями и успехов вам в освоении немецкого языка. На этом прощаюсь. До скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok